Его помнят, им гордятся и никогда не забывают о подвигах. Абубакар Костоев являлся непримиримым борцом с терроризмом. Раскрыл десятки особо тяжких преступлений. Сегодня очередная награда нашла своего героя только после смерти. Наградить Костоева Абубакара Султановича орденом Александра Невска 2-й степени посмертно. Харон. Харон. Я прошу. Награду получает младший брат. Абубакар Костоев в 2004 году исполнял обязанности министра внутренних дел Ингушетии. Ночь с 21 по 22 июня стала роковой для всей его семьи. Абубакар Султановича орденом Александра Невска 2-й степени. Машину Абубакара Костоева остановили люди в погонах. Как выяснилось позже, ими оказались члены вооруженных бандформирований. Полковник милиции и его охрана были убиты на месте. Указом президента страны высокое звание Герой России в декабре 2004 года ему было присвоено посмертно. А сегодня орден Александра Невского передают семье. Машину Абубакар Султановича орденом Александра Невска 2-й степени. Высокая награда вручается государственным служащим за 20 и более лет выдающейся службы. За проявленную самоотверженность, мужество и отвагу при спасении людей в реальных условиях. В этом году впервые награду начали присуждать посмертно. В феврале этого года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ. Мы собрались совместно с нами ветераны Росгвардии, совместно с благотворительным фондом, совместно с депутатами парламента, совместно с администрацией города Назрань. Поэтому вышли с предложением на международную организацию комитет воинов-интернационалистов при содружестве глав государства СНГ. Вышли на эту организацию и запросили, чтобы посмертно вручить орден Александра Невского 1-й степени Абукару Костоеву. Фондом социальной помощи ветеранам проводится большая работа. Так, помимо этой награды, еще 96 медалей разных степеней присвоено посмертно ингушским защитникам Отечества. Пока в жизни есть место героизму, Ингушетия будет славить свой народ и страну новыми именами и подвигами.